Актёрский состав экранизации романа Гидома Пассана «Милый друг» впечатляет. Ума Турман, Кристина Ричи, Кристин, Скотт Томас и любимец всех девушек планеты Роберт Паттинсон. Только на этот раз без клыков и белёсого грима. Фильм «Милый друг» — это экранизация одноимённого романа Гидома Пассана. Джордж Дюроа — молодой авантюрист. У него нет каких-либо талантов, разве что своей внешностью он может покорить сердце любой дамы. А совесть прощает ему любую подлость. Я слышала, вы только что из Северной Африки. Соскучившийся по дому, привлекательный и одинокий. Едва ли вы одинокий. Я решил принять участие в этом проекте после того, как прочитал сценарий. Мне было интересно попробовать сыграть такого плохого парня, как Джордж Дюроа. Он делает сверные вещи, но в конечном итоге выигрывает от этого. И что самое удивительное, это даже не служит ему уроком. Он готов пойти на всё ради денег и положения в обществе. Он делает карьеру, становится богачом и покупает дворянский титул. Он человек, не обладающий никакими талантами и не имеющий совести. Он забыл, что такое настоящая любовь, став рабом своей карьеры. В общем, абсолютно аморальный персонаж. Навестите мадам Руссе. Вы ей нравитесь. Чудесно. Зачем вы здесь? Когда я убежу тебя? Я так соскучился. Милый друг, я думала, ты забыл меня. В картине прекрасный актёрский состав. Женские образы просто восхитительны. Ума Турман сыграла в картине «Мадлен Форрестье». Она помогает мужьям писать статьи, а также снабжает их эксклюзивной информацией, которую выведывает у любовников. Именно благодаря ей Жорж становится популярным репортером. Мадлен Форрестье – это очень динамичная и активная женщина. А Роберт Паттинсон играет роль парня, который пробивает себе путь на вершину общества путём соблазнения и обольщения. А мой персонаж действует с противоположной стороны. Она реализует себя с помощью своей способности маневрировать среди мужчин. И эти два персонажа находят друг друга. И они вроде как любят друг друга, но в то же время и не любят. Они используют друг друга, ранят чувства друг друга. Моей героине Мадлен Форрестье хотелось бы стать большим профессионалом в работе. Однако ей приходится быть профессиональной женой. Кристина Ричи в фильме «Милый друг» перевоплотилась в Клотильду де Морель, любовницу Жоржа Дюруа, с которым она постоянно расстаётся и снова мирится. И именно её дочь даёт Жоржу прозвище «Милый друг». А вскоре все дамы, с которыми общается Жорж, начинают звать его этим прозвищем. Роберт Паттинсон – потрясающий профессионал. Он такой милый парень. Я безумно счастлива, что смогла сыграть роль Клотильды, что моим партнёром по съёмочной площадке оказался именно Роберт. Я под большим впечатлением от работы с ним. Он очень самокритичный, как и я. И он очень весёлый. Роберт постоянно шутил, юморил. Мы всё время веселились. Мы действительно отлично провели время. Мы полюбил, мы тебя не ищем. Мне мало одной любви. Теперь я это понимаю. Мы живём лишь раз. И я не упущу свой шанс. Ещё одну любовницу милого друга Вирджинию Вольтер сыграла великолепная актриса Кристин Скотт Томас. Именно её героиня помогает Жоржу продвинуться по карьерной лестнице. Она уговаривает своего мужа, богача и владельца известной газеты, повысить дюроа по службе. Я бы, спасибо. Мне интересно, как пресса воспримет этот фильм. Ведь ни для кого не секрет, что газеты, журналы, интернет оказывают большое влияние на читателей. Например, в Великобритании пресса оказывает очень большое влияние на людей. То же самое происходит и в нашем фильме. Второстепенная газета превращается в ведущее политическое издание, которое используется как средство пропаганды и политического давления. В этом фильме это точно, что происходит. Всего по произведениям Гида Мопассана снято более 120 фильмов и сериалов. А так как роман «Милый друг» считается по праву одним из его лучших произведений, то кинематографисты, конечно, не раз обращались к этому произведению. Режиссером фильма «Милый друг» стал известный театральный режиссер и писатель Деклан Донелан. Для него это режиссерский дебют в большом кино. Мировая премьера фильма «Милый друг» состоялась 17 февраля этого года в рамках международного кинофестиваля в Берлине. 27 марта картина будет демонстрироваться на открытии фестиваля «Весенняя эйфория». А в широкий прокат «Милый друг» выйдет спустя два дня – 29 марта. Субтитры создавал DimaTorzok